Всем привет! Сегодня воскресенье. Я решила записать для вас очередной влог и, в общем-то, рассказать пару новостей. И прям первая из них это будет из серии «Ребята, берегите себя и своих близких». В общем-то, в последние недели три со мной, ну прям вот неладное-неладное творится. И хочу сказать, что нужно быть осторожными, очень осторожными и очень-очень сильно себя беречь. Избитые истины, но я думала, ну что такое будет, и я, в общем-то, о себе забочусь, о себе переживаю, но, как оказалось, мало мне. Уже месяца полтора люди говорят, что нужно отдохнуть, нужно отдохнуть, а я как-то так всё в недоумении, в общем-то, я и не устала, зачем мне отдыхать. И, в общем, где-то три недели назад, может, месяц началось. Началось с того, что меня продуло, мне начало болеть ухо, потом у меня начал болеть бок, правый, правое ухо, правый бок, потом оказалось, что я простудила, ну полностью, то есть правый бок, у меня начало болеть лицо, в общем-то, нерв, я насколько понимаю, но, слава богу, всё обошлось, ну, элементарно-элементарно, то есть за несколько дней с этим справилась. Потом у меня по правой стороне вылезла простуда на губе, и в итоге просто совершающим штрихом этой эпопеи, это было действительно, ну, очень болезненно, всё неприятно, вот чисто физически болезненно. Последним штрихом стало моё какое-то капитальное отравление, первый раз в жизни я отравилась так сильно, и, вероятнее всего, это были пестициды и либо же нитраты. В общем-то, грешим мы, грешим на персики, в общем-то, либо на дыню. Первая маленькая, прям там клялись, что всё хорошо, но эффект на лицо. Наверное, это нитраты, либо же пестициды, неизвестно что, прям так меня не накрывало ещё никогда. И вот только сегодня я проснулась с цветом лица, не таким, как у благородного животного лягушка, и, в общем-то, даже так как на камере смотрю, даже довольно свежо и относительно румяно выгляжу, но это всё проделки моей новой любимицы, новой, уже полтора месяца этой новой любимицы, я всё хотела бы её показать вам, но не получалось, так что покажу обязательно. Уж очень эта пудра магическая и творит чудеса с лицом. В общем-то, вот реально только сегодня и вчера я чувствую себя, ну, относительно неплохо. Честно говоря, всё равно, хоть уже каких-то явных признаков отравления у меня нет, у них температура, нет ничего, но хочу вам сказать, что аппетит не восстановился. То есть, в принципе, чувство голода я не ощущаю, и это, конечно, не очень хорошо. Стараюсь о себе заботиться, домашние йогурты, много жидкости, много-много жидкости, слишком много жидкости, но не знаю, в общем-то, что будет дальше, просто как жарко, как сегодня душно, я хочу сказать. Сегодня пасмурно, но очень душно, в общем, я отвлеклась от темы. Так что, ребята, берегите себя, берегите. Вроде бы всё было хорошо, ничего не проебещало беды, но реально практически на месяц, на три недели я выпала из кельи, как ни одно, так другое, но всё более или менее. Сейчас я хочу уйти на улицу, что-нибудь вкусное прикупить. Женя, он уехал, и завтра утром приезжает, хочу, в общем, что-то вкусное приготовить, какой-то сюрприз сделать, в общем-то, порадовать его как-то, в том числе и с гастрономической точки зрения. И плюс ко всему хочу сказать, что вот-вот выйдут два новых видео, это будет два влога. Один небольшой влог со встречи блогера в Днепропетровске, который был 30 июня, и на неё я сходила. Честно говоря, в надежде, что я развеюсь и отвлекусь. Мне как раз тогда только прошло болеть ухо, и заканчивало болеть лицо, но после неё началось другое. И встреча, ссылка ко встрече с представителем компании Зоя. Это было два удивительных мероприятия, честно говоря. С первого я вынесла просто гигантский вагон получительных эмоций и радостей, и будет небольшой влог. Почему небольшой? Я вообще не предполагался как довольно большим, но есть серьёзные проблемы со звуком, поэтому я буду озвучивать это видео, и из-за этого оно выйдет, конечно, более коротким. И влог из лаков встречи. Кроме приятных впечатлений, я ещё вынесла тут два крутых лака. Один от Зои, собственно говоря, второй я приобрела у девочек-лакоманьяков. Они устраивали так называемый лакопристрой. Я купила офигенный лак от ОПИА. В общем, я всё покажу либо в этом видео, либо, может, ещё в каком-то из следующих влогов. А сейчас пойду схожу, может быть, куплю какие-то фрукты, малины, рискну. Русская рулетка, честно, даже на помидоры смотрю с опаской. Ну, хотя, естественно, ем фрукты, овощи, в общем-то, они помогают восстановиться. И сезон надо есть, надо набираться витаминов. И, в общем-то, если буду чего-то интересное готовить, то покажу вам. Всё, я пришла, в общем-то, уже переоделась, купила малины, абрикос. И из необычного решила приготовить самые обычные оладьи. И, в общем-то, самый обычный куриный суп, но облегчённую версию. Так что бы я могла его кушать. Вот. В общем-то, так мне ничего есть и не хочется. Единственное, что мне хочется, это мне дико хочется арбуза, которого я не получу, несмотря на то, что мне его хочется. И молока, которое я пью. Хотя молоко не люблю. И, в общем-то, честно говоря, оно мне не особо усылает. То есть, оно просто какое-то дичайшее желание молока, поэтому я его пью. Кстати, вот я задумалась, почему интересно у нас в стране, ну, по крайней мере, в большинстве супермаркетов, нет безлактозного молока. Но, на самом деле же, проблема неусвоения организмом лактозы, это проблема у каждого второго, наверное, каждого третьего взрослого человека. И, мне кажется, если бы было у нас безлактозное молоко, как, по крайней мере, практикуют в большинстве стран Европы и так далее, то, мне кажется, это бы решило проблему. Всё. Хотя ещё включение, может, похвастаюсь, если будет некрасивый, не похвастаюсь. Всё. Ну, вот, по большому счёту и мои старания. Это оладушки. Кстати, в этот раз я их делаю на йогурте, а не, как обычно, на кефире или кисломолоке. Я делала домашний йогурт, и он уже простоял под ней, я его не буду есть, опасаюсь. Поэтому решила сделать оладушки. Делаю оладушки из кабачков. И там запекла курицу в фольге и суп. Короче, Семиделкина я и так постоянно. Вот именно Семиделкина. Сразу делаю кучу дел. Ну, и по-другому не умею, по-другому у меня не получается. Дело в том, что я люблю готовить, и в целом у меня получается, но меня угнетает тот факт, что на приготовление пищи я могу потратить 3-4 часа. Это очень-очень странно для меня вот именно. То есть, я люблю готовить, но не могу на это тратить много времени, поэтому всё время готовлю вот так вот. Несколько блюд одновременно. Вот, кстати, моя самая-самая любимая сковородочка. Такая уже немного побитая жизнь, вот эта вот чугунная, в которой делаются оладушки. Я не знаю, это действительно самая лучшая сковородка. Вот подобные тефлоновые, дорогие, дешёвые, всё равно, ну, на уровне, возможно, станут, а то и не станут. Просто обожаю. А-а-а, сейчас сгорят. Вот, говорю же, Семиделкина. Ещё и поснимать надо. Вот, в общем, обожаю эту сковородку. И на ней практически сейчас я уже жарю без масла. Вот действительно без масла. На чугунной сковородке. То есть, я на первой оладушке налила совсем-совсем чуть-чуть масла. Их пожарила на масле. И остальные... Как же неудобно-то. И остальные оладушки я жарю уже без масла. Сколько бы их не было. Ещё 2 порции или 500 порций. Дальше я их жарю без масла. Не пристают, не пригорают. Ну, так, возможно, чуть-чуть. Но, то есть, не критично. Это даже видно по сковородке. Есть капли, где я просто промазываю, когда наливаю. В общем, всё. На этом я влог заканчиваю. Буду дожаривать всё своё. Мне уже безумно жарко. Я уже устала. Я полтора часа, вот за полтора часа сварила суп, мясо приготовила. И вот жарю. Почти закончила жарить оладушки. И те, и те. Так что буду заканчивать этих душ, пытаться отдыхать и монтировать, собственно говоря, вот этот влог и два мною обещанных влог со встречи блогеров Днепропетровске и со встречи с представителем лаков Зоя. В общем, всё. Спасибо вам огромное за внимание. И до встречи в новых роликах. Спасибо, что были сегодня со мной. Пока-пока. Продолжение следует.